Здравствуйте! В эфире программа Киногейт и с вами я и ведущий Валерий Бондаренко. Клуб Друзей Кино Ракурс. В течение полутора месяцев ретроспектива польского кино. Современное польское кино, классика польского кино. Мы живем с вами в удивительные времена, когда-то польское кино было одной из самых любимых кинематографий советского зрителя. Чего стоит только воспоминание о том, как зрители в Советском Союзе смотрели Пепел и Алмаз. Это было целое открытие. Сегодня в эпоху глобализма все стало каким-то странным. Мы сегодня о кинематографе Таиланда или Южной Кореи знаем гораздо больше, чем о кинематографе Польши. Хотя, если учесть вот эти трудные и сложные исторические связи между этими двумя державами, ну как-то странно. Более того, о кинематографе Казахстана, который здесь совсем рядом пешком можно дойти. Идти, правда, придется где-то около недели. Мы тоже ничего не знаем. Мы ничего не знаем о кинематографе Венгрии, ничего не знаем о кинематографе Чехии, о кинематографе Словакии. А ведь это все выдающиеся кинематографии. Ведь искусство Восточной Европы когда-то было каким-то особенным, особенным искусством. И вот Польша. Что мы знаем сегодня об отношении нас и поляков? О том, что наших болельщиков побили в Польше. О том, что на чемпионате мира 2018 года их ждет, ну, примерно то же самое. А ведь когда-то, несмотря на то, что Польша была в составе Российской империи и всячески страстно пыталась освободиться, ну, как всякий народ, который порабощен, уж что греха таится, достаточно вспомнить знаменитую повесть Льва Николаевича Толстого «За что». Ведь когда-то Адам Мицкевич, польский гений, хотел драться на дуэли с Дантесом, искал его за то, что тот убил Пушкина, который писал свое стихотворение русским друзьям, вспоминая Рылеева повешенного, вспоминая Бестужева и используя вот этот вот образ. Поляки, угнетенные, чужие, многие из них на каторге за многочисленные польские восстания и Бестужев. Вот они теперь связаны кандалами, они связаны наручниками. Неволь распространяется и на тех, и на других. И польский космос, художественный космос, кинтографический космос – это действительно космос. Когда-то Александр Сергеевич Пушкин писал Вяземскому, он наблюдал за тем, как, ну, не лично наблюдал, он наблюдал через слухи, через газетные статьи о том, как умирали поляки после восстания 31-го года. И он писал Вяземскому, он говорил, что в этом есть что-то сродни искусству, театральному искусству, что поляки невероятно ценят настоящий момент. Вот сейчас шляхтич, польский дворянин, сейчас, вот в этот момент, он готов развернуть Польшу и Польское в любом месте пространства и времени, поскольку географически-то Польша, она сдавлена великими державами России с одной стороны, Германии с другой стороны. И польский космос – это, прежде всего, представление о том, что честь, честь в основании всего. И вот честь, лежащая в основании всего, для русских это было также свойственно, но для поляков, может быть, еще больше. Она и рождает такое представление о таком польском гоноре. Вот слушайтесь в эти фамилии польские, как много шипящих. Гжегош Круликевич – это фамилия знаменитого режиссера. Фильм его будет показан в этой программе. Или Кшиштов Зануси, или Кшиштов Кишлевский. Шипящие. И кто-то прекрасно сказал, что это напоминает огонь. Вот свечу опустите в воду и раздастся шипение. Это вот то, что живет в сердцевине польской культуры. Живет вот эта вот невероятная страсть, потому что шляхта создала некую особенную эстетику. Эта эстетика говорила о том, что восстание – это свадьба. Это образ из польской классики. Восстание – это свадебный образ. Но это восстание не просто против кого-то, против русских, или против литовцев, или против немцев. И с теми, другими, и с третьими у поляков были сложные отношения. Это восстание против самого уклада жизни. Против того, что тесно, тесно человеку. И Польша – это страна, где национальным гимном является мазурка. Мазурка. Если вы когда-нибудь слышали мазурки Шопена, то вы понимаете, о чем я говорю. Хотя ту мазурку, которая является польским гимном, написал композитор Добровский. Все это, все эти черты, а также некоторые другие. Ну, например, представление о том, что в поражении, в поражении человеческом, в поражении целой нации есть особая красота, потому что здесь есть ценность человеческого духа, из красота вот такого человеческого поведения на вылет. Вот именно так и называется картина Джегоша Круликовича, которая будет показана в этой ретроспективе. Это один из самых знаменитых фильмов 70-х годов. И одновременно какие-то вот странные отношения у польской культуры. Очень такое тесное ощущение мира мертвых, мира умерших. Об этом знаменитая поэма Мицкевича Дзяды. Об этом знаменитый фильм Анжели Вайде «Свадьба», где у героини есть два возлюбленных. Один живой, а другой умерший. И она должна совершать некий выбор. Более того, у Николая Васильевича Гоголя, у нашего соотечественника, есть польская кровь. Его фамилия Яновский. Первый. Гоголь – это псевдоним. И «Мертвые души» написал кто? И вот этот вот странный такой героический мистицизм, героический романтизм польской души, он, конечно, был таким из открытий вообще мировой культуры. Вообще мировой культуры на вот всем пространстве, на всем протяжении ее существования. И все это есть и в польских фильмах. Ретроспектива началась с фильма Ежи Скалимовского, одной из самых знаменитых имен польского кинематографа. Он называется «Особые приметы». Картина очень красиво решена. Это история взаимоотношений человека и пространства. В общем-то, для кинематографа это главное. Человек, который не на своем месте. Он не принадлежит никакому пространству. Всякое пространство, куда он попадает, его как бы выталкивает. И он бежит из этого пространства. И вот этот вот бег на протяжении часа двадцати минут аранжировано, режиссерски, совершенно безупречно. Поскольку, когда мы видим вот эти отношения о том, что комната выталкивает человека, улица выталкивает человека, лица женщин выталкивают человека, и он бежит. Он бежит в армию. Он не знает, хорошо им будет там или плохо, но важно просто бежать. Важно находиться в движении, потому что польская душа, которая мыслит сердцем, и мыслит в некотором смысле сердечной травмой. А в польской культуре очень важно быть персонажем трагедии. Не трагедии как жанр, а жизненной трагедии, поскольку чем больше вызов, и чем трагичнее вызов, тем больше доблесть, тем выше доблесть. И знаменитый фильм Анджи Вайда «Лётно», где польские уланы на лошадях пытаются противостоять вот этой немецкой механизированной машине. Бессмысленно? Да. Горько? Да. Но в этом есть какая-то странная, невероятная, трагическая красота. И вот эта невероятная, странная, трагическая красота, она ведь и делает человека человеком. Ведь она и создает поэтические произведения, какие-то графические, театральные. Возникает просто желание говорить о человеке, потому что в нем есть то, о чем имеет смысл говорить. Вот этим пафосом, этой болью, этой красотой наполнено польское кино, одно из лучших в мире на протяжении десятилетий. Сегодня мы ничего не знаем о том, как обстоят дела в польском кино, но я надеюсь, мы узнаем об этом на ретроспективе, который будет идти еще полтора месяца. С вами была программа «Киногид», и я и ее ведущий Валерий Бондаренко. Встретимся через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok